Что начиналось как рофл, но в итоге переросло во что-то реальное DoggyCoin, само собой Мои 7000 долларов, которые я заработал на этой монете, еще как реальные В свое время я по приколу наманил себе монеток, после чего держал их лет 7 А потом, когда они взлетели, запаниковало того, что не мог найти свой кошелек В итоге я продал их за 50% от стоимости, которую я мог бы получить от них на самом пике Press F to pay respect Сначала это выражение использовали чисто по приколу Теперь его говорят и по приколу, и серьезно Неужели есть люди, которые реально говорят эту фразу всерьез? Никогда с таким не сталкивался Есть по крайней мере два подтвержденных случая, когда у умерших челов на надгробье было написано F Фейковая теория заговора, утверждающая, что птиц не существует Которая была специально создана с целью высмеять теорию заговора Как оказалось, она получилась достаточно убедительной, чтобы всякие идиоты искренне в нее поверили Идея о том, что Трамп станет президентом Интересно, Обама пожалел о сказанной шутке Примечание В 2011 году Барак Обама прилюдно высмеял президентские амбиции Дональда Трампа Глава США выразил надежду на то, что миллиардер вернется к реальным проблемам Таким как липовая посадка на Луну, убийство Бигги и Тупака и розуэльский инцидент с НЛО Затем Обама предположил, что если бы Трамп стал президентом США, то превратил бы Белый дом в казино Все это время миллиардер сидел в зале и слушал американского лидера с напряженным лицом Чуваки поржали над бритвой с несколькими лезвиями, а Джилет реально начали их выпускать Такое происходило дважды В 1975 году юмористическое шоу SNL в одной из своих фейковых реклам предсказало появление бритвы с тремя лезвиями Бритва называлась Triple Tag В те времена стандартом служила бритва с одним лезвием Три лезвия оказались чем-то абсурдным и ненужным Что ж, в 1998 году Джилет последовали примеру той рекламы и выпустили бритву Mac 3 После этого в сатирическом издании The Onion появилась рофельная статья якобы генерального директора Джилет с заголовком «Похуй, сделаем пять лезвий» Через 18 месяцев компания выпустила в продажу Джилет Fusion с пятью лезвиями Untitled Goose Game Безымянная игра про гуся Примечание Компьютерная игра в жанрах стелс и головоломка, вышедшая в 2019 году В данной игре нужно управлять гусем, который проказничает на просторах английской деревушки Чтобы продвинуться по игре, необходимо выполнять различные задания, связанные с манипулированием предметами и неигровыми персонажами Игра создавалась под вдохновением от таких игр и серий, как Super Mario 64 и Hitman И сочетает в себе характерные для жанра стелс-элементы с отсутствием насилия и множеством юморитических ситуаций Ёпта, симулятор козла из той же категории Комикс, игравший в украинском сериале Комика, который становится президентом Украины На самом деле стал президентом Украины и заработал себе репутацию крутого парня В отличие от реальной жизни, в вымышленных сюжетах должен быть какой-то смысл В сериале он был учителем, но да, когда подобные вещи происходят в книгах или фильмах Люди, как правило, жалуются на отсутствие реализма B-movie Джерри Сайнфелд якобы в шутку предложил идею малобюджетной картины На английском B-movie О пчелах Но Стивену Спилбергу она так понравилась, что ее одобрили Привычка без иронии использовать в разговоре сленг Сначала я начинаю копировать новые сленговые словечки подростков, чтобы чисто поржать над ними А потом замечаю, что постепенно эти слова входят в мой повседневный лексикон Лол Сленг 4.20 символизирует траву А все началось с того, что компания друзей встречалась в определенное время после школы, чтобы покурить Теперь это универсальный символ курения травы В 80-х годах мой отец был членом общества плоской земли Он считал это диким рофлом, притворяться, что кто-то реально может верить в это говно Интересно, что бы он подумал, доживи он до нашего времени Я тоже сразу об этом подумал Хотя среди закоренелых евангелистов и библейских фундаменталистов Всегда существовало искреннее движение плоскоземельщиков Современное общество плоской земли представляло собой философский троллинг-эксперимент С целью понаблюдать за тем, как в интернете будут обсуждать давно развенчанные абсурдные концепции Как оказалось, эксперимент выдался слишком успешным Поскольку философы-тролли придумали достаточно эффективные аргументы, чтобы убедить других поверить в эту концепцию Особенно падкими на нее оказались те, кто не знал о социологических корнях этого движения Докатилось до того, что эти вновь просвещенные глупцы превзошли троллей Превратив мысленный эксперимент в живого дышащего монстра псевдонауки и теорий заговора И теперь уже невозможно определить, действительно ли последователи идеи о плоской земле искренне в нее верят Или это просто эволюция интернет-троллей нового уровня, зашедшая слишком далеко На мой взгляд, это явно смесь и того, и другого Pokemon Go Начиналось все как первоапрельская шутка от Google А спустя годы вышла полноценная игра NFT как рофл NFT как что-то реальное NFT как рофл Я до сих пор не могу найти чела, который бы объяснил мне концепцию NFT И то, как, почему люди платят огромные бабки за эту херню На 4chan году примерно в 2012 вполне либеральные аноны рофлили и притворялись неонацистами После этого в мире реально начали появляться настоящие неонацисты Как и в случае с обществом плоской земли, настоящих идиотов оказалось больше, чем людей, притворяющихся идиотами ради фана Вот что я об этом думаю Раньше 4chan реально был местом, где тихонько собирались всякие задроты и вели себя как конченные полудурки Но потом внезапно появились люди, которые реально бросали гранаты себе в туалет, и тут к веселью пришел конец И чел из 4chan такие Нет, нет, мы все просто прикалывались Какой-то чувак написал на странице Принглс в Википедии, что маскота Принглс зовут Джулиус Полное имя Джулиус Принглс Я полагаю, назвал его в честь футболиста Джулиуса Пепперса В конце концов, этот прикол ушел в массы Поэтому компания Callux юридически изменила имя маскота на Джулиус Принглс А как можно юридически изменить имя вымышленного персонажа? Типа правительство выдает ему новое свидетельство о рождении или что-то в этом роде? Они запатентовали это название Тагомайзер Был такой мультфильм The Farsight, в котором пещерный человек показывал рисунок динозавра с шипованным хвостом Он указывал на шипы, надпись под которыми гласит Это называется тагомайзер в честь покойного Тага Симмонса Теперь в исследовательских работах шипованные и булавовидные хвосты официально называются тагомайзерами Изменено Поправочка Тагомайзерами называют хвост стегозавра, состоящий из 4 шипов Они все булавовидные и шипастые хвосты Прикольно, что за годы исследований в палеонтологии никто не додумался дать название довольно уникальному шипастому хвосту стегозавра Крис Крокер со своим видосом «Оставьте Бритни в покое» Примечание Крис Крокер – главный интернет-защитник Бритни Спирс 24-летний американский гей Его слезливая видеоистерика «Оставьте Бритни в покое, live Britney alone» в защиту певицы, размещенная в сентябре 2007 года на YouTube, за один день сделала из него интернет-звезду Видео появилось после провала Спирс на церемонии MTV Video Music Awards Тогда со страниц прессы несколько недель не сходили комментарии относительно расплывшейся фигуры певицы в откровенном наряде Картофельные чипсы Началось с того, что повар просто взбесился на клиента, который отправил свою картошку обратно на кухню Теперь это самый популярный снэк в мире Примечание По легенде, однажды на ужине железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильд вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись на то, что он слишком толстый Шеф-повар Крам, решив подшутить над магнатом, нарезал картофель толщиной буквально с лист бумаги и обжарил его Блюдо понравилось магнату и его друзьям Кью Эйнон Кью Эйнон Распространенная в США теория заговора, наиболее популярная во времена президентства Дональда Трампа Последователи теории Кью Эйнон убеждены в том, что Соединенными Штатами или даже всем миром правит некая тайная и могущественная клика сатанистов-педофилов Включающая в себя лидеров демократической партии, бизнесменов, голливудских актеров, королевские семьи и других знаменитостей Она якобы поддерживает гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и существует уже на протяжении долгого времени Трамп являлся центральным положительным героем Кью Эйнон С 2016 по 2020 год, пока он занимал пост президента США, сторонники Кью Эйнон раз за разом ожидали от него неких решительных действий в ближайшем будущем Массовых чисток, арестов и казни тысяч членов заговора Концерт Питбуль в крошечном городке на Аляске Примечание В 2012 году Walmart, с которым музыкант заключил контракт на рекламу, объявил на странице певца конкурс с некоторыми обязательствами для самого Питбуля Дело в том, что Walmart пообещали организовать концерт артиста в том из своих фирменных магазинов, который наберет больше всего очков в голосовании на Facebook Однако автор одного из популярных юмористических сайтов somethingawful.com, Дэвид Троп, решил вмешаться в эту акцию и немного подшутить над Питбулем и организаторами конкурса Он подкинул читателям Facebook интересную идею, что было бы забавно, если бы Питбуль съездил бы с концертом в какое-нибудь отдаленное местечко С этой целью Троп начал агитировать всех голосовать за концерт в самом дальнем из магазинов Walmart, который находится на территории Аляски на острове Кадиак Остров Кадиак расположен в 50 километрах от побережья полуострова Аляска и славится своим рыболовным промыслом, а также большим количеством медведей Кадиак выиграл в голосовании, и артист дал там свой концерт Фестиваль Каталина Wine Mixer из фильма «Сводные братья» Его придумали чисто для сюжета, съемки фильма реально проходили на острове Каталина, что можно понять по некоторым сценам Спустя несколько лет, вдохновившись фильмом, на этом острове действительно начали проводить фестивали Каталина Wine Mixer Большое спасибо за просмотр, в комментариях под видео напишите, что начиналось как рофл, но в итоге переросло во что-то реальное И не забудьте посмотреть наши другие выпуски, пока! Субтитры подогнал «Симон»